Почему из всего многообразия утеплителей, представленных на строительном рынке, именно каменная вата является самым распространенным выбором как среди профессиональных строителей, так и просто рукастых любителей? Сейчас расскажу почему. Привет, друзья! Меня зовут Алексей, и мы занимаемся производством и строительством деревянных домов. Ну а в свободное время мы делимся своим опытом, показываем какие-то лайфхаки и, конечно, рассказываем про наши дома. Сегодня мы находимся на одном из наших объектов, где уже вовсю идет утепление стен, мы укладываем каменную вату, я вам покажу, как это мы делаем, а также расскажу вам о плюсах и о минусах использования в качестве утеплителя именно каменной ваты. Ну и начну я, наверное, свое повествование с качества используемых материалов. Мы используем только качественный утеплитель, в данном случае это известный производитель марки Технониколь. Поставляется он вот в таких упаковках, они внутри уложены плитами, бывают разных размеров, разных толщин, и также они бывают еще в рулонах. Вот такие вот плиты находятся внутри этой упаковки. Данная плита имеет размеры 1200 мм на 600 мм, толщина 50 мм. Бесспорным плюсом каменной ваты это ее легкость. Вы посмотрите, я могу поднять эту плиту всего двумя пальцами. Что это значит? А это значит, что работать с каменной ватой очень легко. Вам не нужна колоссальная сила, достаточно одного человека с руками, ну, как я. Для того, чтобы просто-напросто взять эту плиту и уложить ее в ячейку. А для тех, кто выбирает экологичность в своих материалах, каменная вата это то, что нужно. А еще здесь есть вторая Э – экономичность. Да, каменная вата – это недорогой материал. Сегодня у нас начало февраля 24-го года. Я посмотрел цены и могу с уверенностью сказать, что утепление одного квадратного метра составит плюс-минус 300 рублей. Конечно, не забуду рассказать вам и о минусах каменной ваты. Из своего опыта могу выделить два основных минуса. Первый – это ее ломкость. Она достаточно легко ломается. Вот так вот. И если во время укладки, во время работы с ней вы будете как-то неаккуратно обращаться, бросать ее, она просто-напросто начнет рваться и, по сути, терять свою основную структуру и функцию. И второй минус, хотя нет, это не минус, это скорее предосторожность. При работе с каменной ватой обязательно используйте какие-то защитные средства на лицо, то есть респираторную, можно медицинскую маску, потому что она, каменная вата, немного пылит. Не знаю, видно вам на камеру это или нет. И пыль от каменной ваты негативно влияет на наши дыхательные пути. Поэтому пока у вас каменная вата в открытом доступе, пока вы работаете с ней, ну, применяйте какие-то средства защиты, хотя бы ту же самую медицинскую маску. И в заключение дам пару советов, как правильно укладывать каменную вату. Напомним, что стандартная ширина каменной ваты – это 600 миллиметров. Поэтому ячейку сделайте на 1-2 сантиметра поменьше. Для чего это нужно? Когда вы будете укладывать каменную вату, вам придется ее немножко так ужать, чтобы она поместилась в вашу ячейку. А сама каменная вата, имея свою такую волокнистую структуру, она как пружинка будет стараться распрямиться внутри этой ячейки и тем самым упираться в боковые лаги. И такой эффект не позволит ей со временем просто-напросто слежаться и съехать вниз по стене. И второй момент. Когда вы укладываете утеплитель в два слоя, обязательно в стыке первого слоя вы должны перекрыть вторым слоем, так, чтобы у вас не образовывались мостики холода. Друзья, на этом наш ролик подошел к концу. Я надеюсь, он был вам полезен. Если это так, то обязательно поставьте лайк под этим видео и не забудьте подписаться на наш канал. И если вы задумываетесь о жизни за городом, хотите себе теплый и уютный дом, обращайтесь к нам в Вудмастер, мы обязательно поможем вам в реализации вашей мечты.